Всем привет! Сегодня 23 июля Московская область. Я вам хочу показать, как выглядят на сегодняшний день мои теплицы. У меня их две, они обе стеклянные. Эта теплица маленькая, перечная, огуречная. По краям в грядках я выращиваю сладкие перцы, посередине огурцы. Ну, как видите, огурцов уже нет. Сейчас расскажу. Со стен я сняла укровной материал номер 17. В этом году я это сделала поздно, что сказалось на созревание, окрашивание перца. Если в прошлом году у меня уже массово созревал урожай, то в этом году единичные перчины. То есть на еду я срываю, но на закрутке, конечно же, еще нет. Ну и плюс у меня здесь же росли огурцы. Чуть-чуть я их запустила, вела не в один стебель, поэтому было затенение. И со стен, и посередине затеняли стеной огурцы перца. Но ничего, сейчас видите уже, как все свободно и светло, и они начнут очень быстро-быстро у меня окрашиваться. Зеленые перцы, вот такого даже плана молочного, я не срываю никогда, потому что, ну, мне кажется, они невкусные. Только вот биологической спелости. Итак, росли у меня посередине огурцы. Я высаживала сюда их первым оборотом. Отличные гибриды. У меня есть обзор на эти гибриды. Можно зайти посмотреть, семена я там показывала. Все-таки, знаете, купить отличные профессиональные гибриды и за ними ухаживать, это одно удовольствие. Потому что урожай был просто супер. По-другому я не скажу. Я уже сделала абсолютно все зимние закрутки, какие возможно, какие мы любим. Столько я угощала всех, кто приезжал ко мне в гости. И собирала я их, я же говорю, каждый день. Уже не знала, куда их вообще девать. И сложились так обстоятельства, что я сюда не заходила дней пять. И потом, зайдя, увидела я паутиного клеща. Честно скажу, что на огурцах у меня его никогда не было. Я знаю, что такое паутинный клещ. Я с ним встречалась и на цветах, и так далее. Но вот на огурцах у меня не было. И, в общем, я увидела клеща и решила, что никаким лечением я заниматься не буду. Этих уже взрослых, больших, крупных растений, плетей этих, листьев. А просто я их выдерну все, уберу и засажу новой рассадой. Здесь у меня огурцы уже третьего оборота. То есть здесь у меня первый оборот. На улице растут в открытом грунте у меня второй оборот. А это рассада третьего оборота. Я высаживала сюда в рассадные пакеты пророщенные семена 8 июля. Я надеюсь уже с этих огурцов, гибридах, отличных гибридов, да, получить урожай 10-15 августа. Уже должны мы есть здесь огурцы. Оставила я только огурцы, видите, здесь по быкам. Один-два куста. Это так на первое время, да, поесть, пока эти не вырастут. Убрала лишнюю листву максимально, да, сняла все плоды и все. И обработала их от клеща. Почему их оставила? Потому что на них его не было. Поэтому я рассмотрела все листики, клещей не было. Именно вот здесь появился клещ. Но знаете, почему? Наверное, ситуация была не запущена. Вот только-только он появился, и он не перешел еще на другие растения. Препаратом я обрабатывала, смотрите, каким. Это вертимек. Он от клещей и от рипсов. Я этот препарат купила в прошлом году, использовала его на фуксиях и на георгинах. Отлично он справлялся с клещом. Просто замечательно. Вот, честно сказать, на огурцах я пробую первый раз. Но я думаю, что эффект будет тот же самый. Я имею в виду на огурцах вот этих. Я эти огурцы обработала. И обработала перцы. На всякий случай, я знаю, что в ближайшие 10 дней я здесь точно перцы срывать не буду. Поэтому срок ожидания предостаточный. Все будет хорошо. Огурцы, которые будут за 10 дней нарастать, я просто отдам курам. Итак, грядку я уже под рассаду огурцов приготовила. В первом обороте я высаживала огурцы в шахматном порядке. Но здесь у меня места очень много. Всего лишь 4 куста. Поэтому я лунки сделала в один ряд. Значит, накануне я за 2 дня пролила все грядки. Не только вот эту, а все, где и перцы растут, фитоспорином. Очень хорошо все пролила. Эти луночки я заполнила по пол ведра конского навоза перепревшего. Затем опять хорошо пролила. И сегодня я пролила триходермой вериде. Каждую лунку. Вот такими бактериями. В общем, грядка эта у меня полностью подготовлена, чтобы высадить эту рассаду. Рассада нежненькая. Сейчас вот вечер, я специально под вечер пришла в эту теплицу, чтобы высадить вот эту рассаду. Она у меня росла вместе с черенками. Я вам показывала под березами. А там полутень. Поэтому я вижу, что листики, конечно, очень-очень нежненькие такие. На солнце, я думаю, что сразу они повянут или обгорят. Поэтому вечером я их сейчас посажу, а завтра рано утром я сделаю несколько дуг и накину укромный материал номер 17, чтобы днем они не погорели. Потому что теплица же у меня сейчас вся открыта. И солнечные лучи, я думаю, что 100% повредят лист вот этот, пока они приживутся. Итак, на эту грядку я также, что буду высаживать, сейчас сразу вам покажу. Во-первых, лук-сивок на зелень. Замочила его в фитоспорине также. Посажу там 5 рядков для зеленого пера. Потому что уже я заготовки зеленого лука сделала. Мы его съели и уже нет. Поэтому надо обновить. Также посажу несколько рядков кориандра. Также укропа. Это все на поздний урожай. Листовой салат. Вот такого двух видов. Нет, трех видов. По несколько строчек, чтобы все было уже в осень. Не знаю, какая будет осень, но в теплице в любом случае расти все будет. Ну все, я сейчас приступаю к высадке рассады огурцов в эту грядку. Я уже сказала, что каждая лунка у меня очень хорошо пролита. Я не добавляю сюда свой биогумус. Делаю это чуть попозже, потому что я его буду просеивать только через 4 дня. У меня сейчас нет в наличии. Замечательная рассада. Я уже много раз говорю, что рассаду огурцов тыквенных, любых, я высаживаю с 3, максимум 4 настоящими листьями. Отличная рассада. Корни. Я буду заглублять, конечно, потому что они чуть-чуть вытянулись, огурчики. Все, и засыпаю землей. Углубила я до 7-дольных листиков. Вот так замечательно все получается. Так, теперь я прям на одном покажу, как я это буду делать. Теперь я возьму воду и немножко пролью. Так. И также я использую не только сейчас, а вообще всегда. Такой препарат называется глиоклодин. Посмотрите. Отлично он справляется с всякими черными ножками, увитаниями, загниваниями, ну и так далее. Я на один куст кладу 3 таблетки. Они такие маленькие. Нет, не видно. Вот так. И возле корешка, возле стебля, я их вставляю в землю. Все. Глиоклодин главное использовать по очень влажной земле. Ей нельзя давать пересыхать, чтобы препарат хорошо работал. Все. Итак, сейчас все остальные огурчики я буду высаживать. Высадила огурцы в третий оборот, 4 растения. Конечно, буду мульчировать, как обычно, конской перепревшей подстилкой, но сделаю я это завтра, утром, когда буду накрывать все-таки легким укровным материалом, чтобы они у меня днем не сгорели. Потому что листики, я смотрю, прям нежные-нежные. И также приготовила лук-сивок. Сейчас высажу и сюда скраю, конечно, зелень. Еще самое главное я не сказала насчет, когда применяла этот препарат вертимек. Я еще добавляла прилипатель, липосам. Уже, знаете, прям на всякий случай, чтобы уж прилип, так прилип. Я процедуру обработки буду повторять еще через несколько дней. Обработаю еще раз перцы, вот эти огурцы и обработаю эти, вновь посаженные огурцы. На всякий случай, потому что я знаю, что от клеща паутиного очень тяжело избавиться. Он где-то засядет в щели и может перебраться на уже молодые или здоровые растения. Все, в принципе, в этой теплице я все показала. Пойдемте теперь в томатную посмотрим. Эта теплица томатная, она побольше. Здесь я выращиваю высокорослые сортовые томаты. Как видите, тоже со стен я убрала укровной материал номер 17. Помидоры уже доросли до самого потолка. Я верхушки не прищипывала, пускай растут. Итак, низ, видите, листьев я весь убрала. Сейчас пройдусь, так вам покажу. Массово начали уже, конечно, созревать плоды. Вот, ну, мы пока едим, угощаем. Закрутки я еще томатной не делала. Смотрите, как красиво смотрится. Укровной остался вот только на той стеночке. Надо будет его тоже убрать. Конечно, при такой жаре, которая у нас была, в теплицах, наверное, было 50 или 55 градусов. Это, наверное, точно. Завязи, конечно, очень много потеряно у томатов. Ну, урожай есть. Особенно на первых кистях, когда они успели уже, знаете, завязаться. И первые, конечно, кисти, они замечательные. Смотрите, как здорово все спеет. Вот, оранжевые, красные. Это тетя Анна, крупноплодные. Смотрите, какие томаты. Они огромные, от 600 грамм идут. Ну, и там дальше, если пройтись. Вот, зреют. Томатами я довольна нам, на нашу семью. Вполне все хватает. Уход у меня какой? Самый сейчас вообще простой. Это обычный полив. В жару я поливала каждые 2-3 дня. Сейчас у нас чуть стало прохладнее. Я уже не поливала 3 дня. Вот завтра будет у меня полив. Со шланга, прямо из колодца. Все. Ничем не обрабатываю. Вот они растут и растут. Единственное, что я, конечно, не закрываю те механические форточки. Ни днем, ни ночью. И у меня постоянно открыт проход. Этот материал я оставила, потому что у нас один раз пошел дождь. И была такая спарина. Был ужасный туман. Просто такой плотный ночью туман. И я закрывала проход дверной вот этим укромным материалом. Не знаю, я как-то побоялась, что сюда туман зайдет. Ну, в общем. А так все. У меня уход здесь, я считаю, можно сказать, никакой. Поддерживаю обязательно чистоту в теплице. Я имею в виду, видите, у меня нет никакой здесь травы, никаких здесь зарослей. Закрыто у меня все мульчой, соломой. И все сухо. То есть поливается конкретно под корень каждому растению, каждому томату. Заболевания я вот так смотрю по листве, да? Но нет у меня. У меня в прошлом году был кладоспариоз. Но в этом году, вроде бы, смотрю, пока нету. Есть какие-то вот пятнышки на листьях. Но я стараюсь их убирать. Не знаю, кладоспариоз это или просто солнечные ожоги. Ну, в общем, в принципе, листва пока чистые. Вот так выглядит томатная теплица. Я потихоньку снимаю обзор на сорта, на новые, которые я в этом году пробую. Ну, посмотрим, получится видео в итоге в сентябре или нет. Посмотрим. Вот, в принципе, все, что хотела показать томатной теплице. Особо показать-то я нечего. Урожай есть, его достаточно. Это, помните, мои томаты открытого грунта, которые я выращиваю в мягких контейнерах. Я высаживала 4 растения. Это гибрид. Называется Рубинчик. Вот такие у него небольшие томаты. Для цельноплодного консервирования. Это низкорослые томаты, среднерослые. Все, они уже завершковались. Я убрала здесь лишнюю листву. И практически я их не посынковала. Вы знаете, отличные такие томатики. Вот, видно, да? Они ярко-красного цвета. Очень сочные. Томатный такой вкус у них. И запах томатный. Ну вот, именно, знаете, для цельноплодного консервирования. Очень урожайные. Вот, между прочим, в открытом грунте практически не было потеряно ни одной завязи. Видите, где завязались они, то есть, где есть кисти, каждый цветочек, наверное, здесь и завязался. Очень урожайные. Очень стрессоустойчивые они. Смотрите, сколько их вообще. Всю жару они у меня простояли на улице. Первые дожди, которые были в самом начале у нас весной, они тоже были на улице. Действительно, как написал производитель, что они максимально стрессоустойчивые, так оно и есть. Перец острый. Три мягких контейнера. Тоже выращиваю уже несколько лет. Свои семена. Перчик острый. Смотрите, он растет верхушкой вверх. Сначала зеленый, потом краснеет. Тоже очень много урожая здесь. Смотрите. Он, когда начинает краснеть, очень декоративно смотрится. Вот так. Конечно, здесь особый уход в плане тоже замульчировано. Все здесь в этих контейнерах. И довольно-таки часто нужно поливать каждый день. Потому что земля, конечно, пересыхает. Ну, здесь я клубнику почистила. Это клубника студенческая. А здесь у меня вообще между теплицами. Я каждый год выращиваю кабачки. И кабачки эти, цукини. Вот такие здесь заросли. Здесь, по-моему, пять кустов. Ну, кустик цукини, пару кустиков кабачков. И пару кустиков патиссонов. Их нужно, конечно, собирать. Патиссоны мы в семье особо не любим. Я их просто вот такими маленькими собираю. И для красоты кладу в банку. Вот. Закрывала огурцы. Ложила такие малюсенькие. Очень красиво смотрятся. Помидоры буду закрывать тоже. По одному положу баночку. Чисто для красоты. И еще тушила. Очень вкусно получается. В томатном соусе с чесноком. Потушить вот эти патиссончики. Желтенькие. Красиво. И довольно-таки вкусно. Это вот огурцы у меня второго оборота. Уличные. Пчела опыляемые. Тоже отличный гибрид. Мне он нравится. Завязывает огурчики. Это вот я... Они такие небольшие. Сейчас покажу. Я вчера все сняла, потому что я эти огурцы тоже вертимеком обрабатывала. Вот они такие небольшие. Вырастить я курочкам отдам. Шипов практически нет. Но они пупырчатые. И очень вкусные. И не горчат. Вот четыре штуки. И здесь вот два высажено. За этими огурцами у меня вообще ухода никакого. Только полив. Я их не посынкую. Ничего не делаю. Потому что вот как раз на пасынках они и растут. Вот эти вот пчела опыляемые. Урожая достаточно много. Потому что в этом году очень много пчел, шмелей, насекомых разных. Потому что стоит жара. Мелколистые. Смотрите, бархатцы. Ну, красота-то какая. Возле теплицы. Высаживала первый раз их. И очень-очень красиво смотрится. Здесь у меня на второй оборот высажен горошек. Первый урожай мы уже сняли. Возле капусты там посажен. А это уже на второй урожай. Ну, здесь у меня также небольшой цветничок. Здесь, смотрите, подсолнухи. Вот такая красота пчелиная сидит. Капуста брокколи наросла очень много. Мне нужно ее снимать срочно. Буду это делать завтра. Замораживать и готовить. Лук сивок лег уже. Лук эксибишен еще стоит. Так что этот я буду тоже собирать завтра. И чеснок буду тоже завтра собирать. Вам покажу. Ну, вот так у меня выглядят теплицы. И все, что растет возле теплиц. Там возле большой теплицы. Я вам уже показывала. Сейчас дойду. Растет поздняя капуста и цветная капуста, и брокколи, и так далее. Вот здесь у меня уже зарос горошек. Нужно будет почистить, убрать некогда. А там у меня тоже три вида капусты. Все буду убирать. Наводить чистоту. У меня на сегодня все. Я вам желаю хороших, прихороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok